Земледельцы требуют объявления чрезвычайного положения в сельском хозяйстве на юге и в центре страны. Они говорят о том, что из-за продолжительной засухи в Каушанском и Штефанводском районах погибло 90% посевов пшеницы. Земледельцы надеялись возместить многомиллионные убытки за счет урожая кукурузы и подсолнечника, но их уничтожили июльские ливни с градом. Эта катастрофа и все случившееся может вызвать эффект домино в центральных и южных районах. Аграрию утверждают, что Минсельхоз не в курсе реальной ситуации и обвиняют чиновников из районных управлений в том, что те передают в Кишинев недостоверные данные об ущербе. Сначала господин Пержу говорил не переживать, потому что всего у нас будет 650 тысяч тонн. Нам хватит половины, остальное пойдет на продажу. Затем он сказал, что будет 2 тонны с гектара, а теперь, возможно, немного меньше. Понятно, что министра ввели в заблуждение. Министр сельского хозяйства ИОН Пержу не ответил на звонки, чтобы прокомментировать заявление землевладельцев. Последние тем временем требуют созвать правительственную комиссию для оценки ущерба от стихийных бедствий. Кроме этого, они хотят освобождения от всех налогов на 12 месяцев и компенсации за урожай, уничтоженный градом. Если власти не пойдут аграрием навстречу, они намерены провести акции протеста по всей стране. Получить оперативный комментарий от правительства не удалось. На прошлой неделе премьер-министр ИОН КИКО объявил о выделении около 12 миллионов населенным пунктам, пострадавшим от наводнений. Тогда он отметил, что большая часть средств предназначена для земледельцев, но они еще подсчитывают убытки.